Доброго вечера всем и спасибо, что вы пришли, присоединились к записи открытого подкаста «Весна Приди». Этот день не случайно проходит именно так. Правозащитный центр «Весна» именно в этот день предложил проводить акции и различные мероприятия, как день солидарности с политзаключенными Беларуси. Этот день, я напомню, был основан в первую годовщину смерти активиста Витольда Ашурка. Он погиб в колонии. При невыясненных до сих пор обстоятельствах расследования этого дела не было. Но, увы, спустя даже несколько лет после его смерти, спустя несколько лет после событий двадцатого года количество политзаключенных в Беларуси все еще превышает 1300 человек. И, увы, постоянно появляются новые. И сейчас ни один беларус не застрахован от того, чтобы стать политзаключенным. Конечно, в первую очередь представлю гостей, участников сегодняшнего подкаста, с которыми сегодня мы и будем говорить о том, а как же сохранить себя при длительном заключении. Понятное дело, что в первую очередь мы рассчитываем, что этот подкаст будет полезен тем, кто находится на свободе и так или иначе сможет либо передать советы, либо передать лайфхаки, либо помочь ускорить оказание медицинской или иной помощи тому, кто находится в заключении или той, кто находится в заключении. Сегодня у нас в записи подкаста принимают участие двое политзаключенных, бывших политзаключенных. Это Мария Калейник, бывшая политзаключенная. Она отбыла полный срок два с половиной года по делу студентов. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Леонид Судаленко, бывший политзаключенный правозащитник весны, который также отбыл весь срок, три года заключения. Два с половиной, потому что год гомельская централа засчитали день за полтора. Также юридические консультации по тем вопросам, которые у нас будут возникать, будет давать сегодня в записи подкаста юрист весны Павел Сапелко. И что немаловажно, мы будем говорить много и о психическом здоровье, об эмоциональном состоянии политзаключенных с психиатром Анной Савицкой. Сразу же скажу, что в анонсе было упоминание того, что мы будем говорить о здоровье, мы будем говорить о здоровье, о здоровье физическом, но проконсультировавшись со специалистами, в частности с фондом медицинской солидарности, они порекомендовали не заниматься самолечением. И если у вас или у ваших родственников, или у тех, кто оказался в заключении, возникают проблемы со здоровьем, главная рекомендация от фонда была обращаться на платформу Ездоровье. Есть такой сайт okdoc.me, там бесплатно, конфиденциально можно получить консультацию по конкретной проблеме, с которой столкнулся близкий вам человек, оказавшийся в заключении. Конечно, направление, полезные контакты можно будет получить и у других партнеров сегодняшней записи подкаста, у информационной службы одно окно. Если помощь вам нужна, если вы сталкиваетесь с проблемами, это касается и бывших политзаключенных, также вы можете обратиться за помощью. Но перейдем уже непосредственно к обсуждению. Мне кажется, стоит начать с опыта, с опыта Марии и Леонида. С какими проблемами, а мы в первую очередь хотим, конечно, докопаться до того, как помогать политзаключенным решать те проблемы, с которыми они сталкиваются в заключении. С какими проблемами столкнулись вы, Мария? Ну, в заключении, ну, наверное, любые базовые какие-то потребности. Там очень сильно так понижаются, потому что, то есть, там, я думаю, проблема иногда даже, там, сходить в туалет, если быть откровенными, то есть, женские какие-то вопросы. Вот. Ну, я думаю, что там проблема вообще по всем аспектам жизни нашей, обычной, по всему миру. Это отразилось в первую очередь на психологическом, на физическом состоянии. Мне кажется, что в первую очередь это отражается в психологическом, а потом уже из-за этого выливается все в физическое состояние, здоровье. Леонид, уверена, у вас есть что добавить или у вас какой-то другой опыт? Так, безумовно. Я провел больше года, 13 месяцев, как я сказал, в Гомельске, сеза номер 3, после чего был накированный в тройку, в Витебскую, в Витебу, так, лагерь номер 3, и там еще полторы годы пробыл. Я николи не палил, и для меня вельми складано было, находиться 13 месяцев, вось, миновито, вот таким покойчику у камеры 10 квадратных метров, где находилось 12 человек, а кроме меня еще один пара хлопец не курил, а все остальные курили, и я сказал, что я примусово, супрацвей воли, пальву, вось, дыхал этим поветром, вентиляция там не працуя, навод, коли ставишь спичку, вось, когда вентиляция не тянет туда. Я навод, до начальника Сеза ходил и просил перевести меня в иншую камеру, и он сказал, немал, наследник Леонидович, вип-хат для некуражчих. Вось, я лечу, что это такие, до меня уже валялись пытки, миновито, празгэта. Ну да, на полгодины выводили на прогулку што дня, и все, и все остатнее. Что, здеков никаких не было, не было, але вот конвой только здековался, потому что у меня было 24 поседжения, и каждый раз, коли конвой выводил, выводили як особливо небеспечного злачинцу, тварам униз, там, пристегивали кайденки сзади, тварам унизы, и вельми-вельми так дрэнно обыходилися, распранали, примашали вельми часто распранаться, у стаканах так званых сидел. Ну, уявляйте, это 3-4 годины просидеть у шкафу, вось тебе закрыли, стакан – это шкаф, вось тебе туда закрыли, ты не можешь пошевелиться, на такое, як бы утрунью такой, только в сидячем положении ты находишься, и 3 годины там одразу и голова кружилась. Ну, вось такое все было. А что тычется колонии другой участки, там, да, там я побачил небо, перший раз за год, солнце, древы, птушки, это все было новое, там пыльная свобода есть, потому что ты, ну, як бы не сидишь у тюремной камеры, але там меньшая проблема, медицина, там умовно кажучи медпункт, это есть, але вельми складано, я как раз попал туда у разгар коронавирусной инфекции, и так само у меня ночи поднялась температура до 40, в той час, коли мне приходила притомность, я не ведал, отчего мене лечить, наприклад, давали эти антибиотики раз на день, и заливали в особную камеру, ну, не камеру, палату, ну, такая камера была, и я там 20 дней провалялся, я разумею, что, каб, я уже человек немолодый, каб сматрывылся гэтый аппарат, штучной вентиляции легких. Согласно тем свидетельствам, которые правозащитники опубликовали, довольно многие белорусы, кто прошел через машину репрессии, оказался в заключении как раз вот в разгар пандемии, коронавирус, его последствия затронули многих. Да, я сгубил зрок, вельми эмоционный зрок сгубил, вот лечусь из-за того, что я год провел в тюремной камере, ну, со штучным осветлением, желтый там луна горит круглые сутки, а больше ничего, и зрок сгубил, зубы сгубил. Да, наступство для здоровья, конечно, я отчув, да. Конечно, стоит упомянуть, что есть еще и специфические проблемы со здоровьем, я имею в виду, которые характерны для женщин. Возможно, Мария с ними не сталкивалась, но наверняка ваши сокамерницы жаловались на это из-за стресса и плохого питания. У женщин возникают проблемы со здоровьем, прекращаются менструации. Опять же, различные хронические воспаления из-за условий содержания возникают. Вы наверняка тоже с этим сталкивались. Мне кажется, среди женщин это, наверное, самая распространенная проблема, потому что, мне кажется, очень маленький процент женщин, у которых менструации при этом остаются регулярными, они либо прекращаются совсем, либо начинаются кровотечения, и с какими-то другими патологиями начинает это все пересекаться. И, к сожалению, там гинекологов вообще нет. Там обычный терапевт, это мужчина, который вряд ли разбирается в гинекологии женской. Поэтому там и с лечением тоже все очень плохо. О лечении мы еще сегодня более подробно поговорим. Но вот если говорить о первом этапе заключения, когда человек, белорус, белорусска, только оказались арестованными, Павел, вопрос к вам. Что можно передать, что нужно передать по вашему опыту сразу же? Что поможет поддержать заключенному, заключенной физическое, психологическое здоровье? Ну, как-то хоть добавит, хоть немного комфорта? Я убей не понимаю, почему это мне вопрос. Потому что здесь, как минимум, два человека, наверное, гораздо лучше меня знают. Я разрешенная передача. Вот я про это больше. И даже про это. Скорее об этом знают чаще те, кто получают или передают передачи. Потому что, вы же поймите, что это бездушный, бесчеловечный механизм. В законе может быть написано вполне себе что-то такое удобно читаемое. И на стенке в той комнате, где принимают передачи, тоже может быть написаны какие-то вполне понятные вещи. Но потом приходит мать осужденного или обвиняемого, и у нее не берут какие-то конфеты особенные, какие-то фрукты особенные, какой-то не так насыпанный сахар или не так переложенные приправы. Поэтому это вот точно вопрос сейчас не к юристам. Это вопрос к тем, кто более-менее прямо сейчас, прямо в данный момент поддерживает своих родных и близких. Если появляются какие-то четкие, понятные противоречия практике и юридическим нормам, мы тогда советуем обращаться к нам и в правозащитный центр весна. И в принципе мы можем помогать, составлять какие-то жалобы. Что, опять же, в сегодняшних условиях это такое, скорее, дело принципа, рискованное дело, чем то, что может реально помочь человеку в неволе. Я тогда позже еще адресую вопрос, что вам передали в первой передаче. Было ли это и насколько это было полезно и помогло вам в ту минуту. Но прежде хотелось еще и у Анны спросить, что вы можете порекомендовать, как справиться вот с этим первым шоком после ареста, учитывая, что этот подкаст могут посмотреть те, кто, увы, окажется в заключении. Можно ли к этому подготовиться и как, если да? Да, мне тоже как-то ловлю себя на том, что неловко отвечать рядом с людьми, которые через это проходили практически, и чувствовать себя здесь специалистом сложно. Но из того, что я знаю теоретически, что помогает в стрессовых ситуациях, это быть в моменте. То есть не строить планов на будущее, ничего не прогнозировать, а стараться справляться с теми сложностями, которые в данный момент имеются. Если вокруг есть люди, если с ними можно разговаривать, если с ними можно находить общие темы, то это очень помогает, насколько я знаю. Даже чувство юмора. Или наоборот, если таких людей нет, то такой механизм, который считается защитным, диссоциация и вообще то, что происходит при получении травматического опыта, здесь может помогать. То есть уходить внутрь себя, думать о чем-то приятном для себя, стараться как-то уходить от той неприятной реальности, которая есть. Тут тоже все зависит еще от характера. Есть люди, кому легче это переживать с другими и пытаться находить какую-то общность, возможность поговорить. Есть люди, которым легче при этом оставаться внутри себя. Спасибо за рекомендации. Вернусь к первой передаче. С чем вас арестовали? Что удалось передать? И в какой момент, через какое время удалось это передать родственникам? Что из этого было вам полезно? И что вам было необходимо в тот момент? В чем вы нуждались? Совпало ли это? Мария? Меня задержали... Ну, в основном, это обычные вещи были. Там ключи, телефон, зарядка. Единственное, что мне оттуда дали забрать, это ручку и сигареты. И все. Больше ничего. И когда удалось передать первую передачу, были ли там какие-то необходимые вам медицинские средства? Первая передача была через пять дней. И сначала... У нас задержало КГБ. И сначала мы сидели в СИЗО КГБ. И там такой стартовый пакет был. Это небольшой такой кусочек туалетной бумаги. То есть размотанный. Диаметром, ну, не знаю, сантиметров пять, может. Кружка, обмылок маленький. И все. То есть там больше ничего не было. То есть были проблемы очень сильные с гигиеной. Ну, первая передача, это были самые базовые одежда, белье, гигиена и еда. Леонид? Да, задержали, как я сказал, как особливо небеспечная злочинца. Я только вышел с подъезда. Сын после турмы уже 11-х годовый признался, что, каже, батька, я бачу, как тебе тварам, когда подъезда поклали в снег. Это было 18-го студене, 21-го года. Вот, что при мне было, заплечник был, так, ноутбук был, потому что 5-го студене пришли в обшуки у меня дома и на праце, забрали всю архтехнику. Я только-только набыл, пошел в Нермах и купил новый ноутбук. Вот, только начал им користаться, и его снова забрали. Так, вот, что при мне было, но вот экуляру мне не дали, все забрали, там же привезли особистый в обшук зарабили, так, и гроши там, и навод носки примусили снять, и приседал там, и все остатнее. Забирают же все, тем больше, они же меня одразу повезли в ВЧУ, я 2,5 суток ВЧУ провел. Ну, ВЧУ, это же часовый изолятор, они не ведали, что со мной робить. А потом, они меня уже отвезли про 2,5 суток, перевезли в СИЗА. Ну, и там уже, да, женка передала. Ну, по-перше, у меня такие хроничные захворывания, что я сегодня принимаю леки, у меня диабеты, мне потребны были леки. Ну, да, передали, это леки передали, окуляры передали, навод литературу, какую женка там поклала. Вы не поверите, 100 дней в застенках КДБ Анатолий Лебедько написал книгу. Он мне, как-то, подписал, подарил, и она у меня была дома. И не было часу прочитать. И эту книгу, так само, контролеры, которые меня принимали, скажут, КДБ, скажут, у нас такое не читают. Я скажу, а у нас читают. Ну, возвращаясь к лекарствам, то есть, все-таки родным удалось передать? Да, передали, вот. Ну, то боку, в Гомельском сезоне было перешкод. Перешкоды были и у лагеря, там, да, там вельми складана была. С гэтым, навод, таблетки, те, які мне женка передавала, вертали назад, с адзнакой. Я вонат захавал у себе в архиве, в домашнем. Отмывився до тримания стоять штамп. А мне, кто мне пропонувал отримать мои те лекарства, кем мне потребны? Я уже не кажу за витамины, там, ни за все остальное. У лагеря, вельми складана у лагеря, за передачами было. А у СИЗА, тем, может, еще тогда такие часы были, 21-й год, это только початок, я лечу. Был только початок, ось, репрессий. Ну, как мне, жар там кажут, ось, бачишь, ты перший, так тебе мало дали. Любая длительность заключения отражается, так или иначе, на здоровье, это все равно срок, который вам дали, совершенно и не заслуженно, как и многим белорусам, которые прошли течение. Ну, и разумело, да. Павел, вопрос к вам. Учитывая, что вот уже и Леонид упомянул такую схему, которую используют работники пенитенциарной системы, чтобы не получил политзаключенный или политзаключенная посылку или передачу, какие, учитывая, что Весна фиксирует в случае нарушения прав человека, если я не ошибаюсь, это нарушение прав человека, когда ему невозможно передать лекарства, вот какие бывают, как может не дойти посылка, несмотря на то, что по законодательству человек имеет право ее получить. И можно ли как-то предусмотреть это и обойти вот такие запреты, внутренний какой-то распорядок или какие-то препоны, которые чинят работники тюрьмы, колонии, СИЗО? Ну, во-первых, важно понимать, что каждое учреждение, вот как Леонид говорит, в СИЗО есть одни правила, в ИВС другие правила, в лагере, в колонии, в тюрьме, третье и четвертое, они вроде бы подчиняются все одному и тому же, одним и тем же нормам, которые там прописаны для СИЗО в законе о порядке содержания подстражей, для колонии в Уголовно-исполнительном кодексе. Прописаны эти нормы в инструкции по медицинскому обеспечению, но эти инструкции, конечно же, каждый представитель администрации читает по-своему. Это раз. Во-вторых, когда речь идет о законе, то этим законом очень часто жонглируют в том или ином направлении. И когда, например, заключенному надо принести таблетки от того же диабета, их надо, к примеру, ну я не помню, они по рецепту или нет, для того, чтобы их купить, надо получить рецепт. Чтобы получить рецепт, надо обратиться в поликлинику. Чтобы обратиться в поликлинику, надо теоретически быть уполномоченным этим самым человеком, заключенным, на то, чтобы действовать в его интересах. И тут может как раз таки все сломаться, и родственнику могут сказать, что нет, мы вот здесь начинается медицинская тайна, и мы не будем ее переступать. Это может быть с формальной точки зрения и имеет под собой основания, но с точки зрения человеческой нет. Когда речь идет о каких-то лекарствах, у которых есть хорошие варианты зарубежного производства, очень часто в колониях есть варианты белорусского производства. И в этом случае родственникам могут сказать, что у нас есть эти лекарства, вы не можете ничего передавать, нам от вас ничего не нужно. В конце концов, есть, вот как Леонид говорит, прямые такие, ну это такое прямое, понятное, конкретное нарушение. Есть интеллектуальные, есть вот эти вот грубые нарушения. В конце концов, они все сходятся в одном, что для колонии, для администрации, заключенной с его проблемами, это в принципе не ценность. И здоровье осужденного или подследственного, это тоже не ценность. Поэтому, если выстроена в настоящее время та политика, которая выстроена, когда в отношении, особенно политзаключенных, действуют вот эти вот драконовские правила, то они будут действовать ровно такие, которые посчитают на сегодня необходимым установить начальник какой-нибудь колонии. Повторюсь, да, можно попытаться, особенно если речь идет о вопросах жизни и смерти, когда точно, если заключенный не получит эти лекарства, он точно, его здоровье пойдет под откос. Конечно же, в этих ситуациях надо идти до последних вариантов, обжаловать это в управление департамента исполнения наказаний, в департамент исполнения наказаний, в МВД и требовать того, чтобы у заключенного оказались эти лекарства. Если речь идет о каких-то таких, ну, не хочу сказать менее важных, но несмертельных случаях, то мы часто фиксируем случаи, когда заключенных, которые вот так вот отстаивают свои права, чьи родственники отстаивают права заключенных, подвергают дополнительным репрессиям. Это плохо. Но, увы, увы с тем, что не оказывается вовремя, даже при тяжелых и хронических заболеваниях или полученных заболеваниях во время заключения, как, например, проблемы с желудком, мы знаем несколько случаев, два, как минимум, случая смерти. В одном случае удалось спасти политзаключенную Марию Колесникову, но, увы, да, подобные репрессии и пытки, и нарушения прав белорусов и белорусок заключения, они по-прежнему, увы, имеют место. Я напомню тем, кто смотрит, слушая этот подкаст в записи, что если вам необходима консультация, например, можно ли политзаключенному, политзаключенной заменить определенный препарат на препарат, тот, который, как утверждают, есть в том месте, где он или она отбывает свой срок, какие лекарства помогают, не помогают. Вот все медицинские консультации, я напомню, специалисты рекомендовали нам советовать обращаться к врачам на платформе e-здоровье или okdoc.me. Анна, как к специалистке другого профиля, но тем не менее важного профиля для человека, который оказался в условиях заключения или которое оказалось в условиях заключения, вот ваша рекомендация все-таки на психологическое состояние действует не только само заключение, не только шок от ареста, от ограничения свободы, но когда начинаются проблемы со здоровьем, к которым мы уже подобрались, это, естественно, влияет на психологическое состояние человека. Как можно сохранить самообладание, когда у тебя нет доступа к квалифицированной медицинской помощи, которую ты считаешь квалифицированной, возможно, нарушают твои права и не дают тебе вообще никакого лечения и лекарств? Вот как в этот момент не опустить руки и себя поддержать? Здесь мне вспоминаются рассказы людей, которых я лично знаю, кто проходил через этот опыт задержания, пребывания в несвободе. И, наверное, здесь будет различаться опыт людей, которые, например, переболели ковидом, и опыт людей, имеющих хронические заболевания, и, например, я помню рассказ про женщину, у которой болел зуб, и никакой помощи ей не оказывалось. И, наверное, в этом случае тут нет какого-то универсального ответа. Во-первых, мне кажется, что очень важно изначально иметь вот эту рутину. Насколько я знаю, есть возможность какие-то минимальные упражнения делать, ходить на прогулки. И вот люди, которые бывали в заключении, рассказывают, что часто некоторые люди, впадая в депрессивное состояние, начинали игнорировать вот эти возможности. И я думаю, что важно делать то, на что человек может повлиять, даже самые минимальные вещи. То есть изначально заботиться о том, чтобы как можно меньше заболевать. Если уже такое случилось, ну вот здесь, опять же, если это какое-то хроническое заболевание... Вот это сложный вопрос. И вот люди сами, люди, которые находились в заключении, когда речь идет о тяжелых случаях, они говорят, что практически помощь получить нереально. И советовать человеку как-то там, не знаю, дышать глубже, если это острая боль, невозможно. Наверное, в этом случае нет какого-то универсального совета. Вот, ну, пытаться получить помощь. Но в случае, если это, например, респираторное заболевание, то стараться беречь себя, стараться по минимуму включаться в ту активность, которая может требовать повышенных энергозатрат. Вот, все равно ходить на прогулки, если есть такая возможность. Вот, ну вот, какая-то такая минимальная забота о себе. Но самое главное, я думаю, это поддерживать какой-то режим, понятный режим дня. Это позволяет сохранить психику, это позволяет поддерживать иммунитет, потому что иммунитет очень взаимосвязан со стрессовыми факторами. И, соответственно, если человек находится в хроническом стрессе, если он там много лежит и переваривает какие-то мрачные мысли, то вероятность больше, что болеть он будет тяжелее. Ну вот, например, Леонид описывал свой опыт и свое эмоциональное состояние и свою реакцию, когда он оказался в заключении. И я знаю немало таких людей, которые, сталкиваясь с подобными стрессами в своей жизни, реагируют не защитой, не депрессией, а нападением. И на самом деле для человека это свойственно. А если человек трансформирует свою реакцию на заболевания, на вот эти стрессовые условия в нападение, то есть начнет отстаивать свои права, мы юридический аспект, насколько это безопасно, проговорим еще с Павлом, но можно ли вот так трансформировать свое эмоциональное состояние, направить в это русло? То есть бороться за медицинскую помощь, стоит ли советовать это тем, кто находится в заключении, если, например, это хотят сделать в переписке родственники, мол, добивайся, чтобы тебя там пустили в часть медицинскую и так далее? Вы вспоминаете такой широко цитируемый в Беларуси эксперимент про выученную беспомощность. Вот если знаете про две клетки, в которые были помещены собаки, и одни из них имели возможность нажимать на какую-то кнопку, чтобы там подача тока прекращалась, другие не имели этой возможности. И, соответственно, когда клетка открывалась, то собаки, которые не имели возможности влиять на подачу тока в клетку, они, собственно говоря, не вышли из нее. И это о том, и в Беларуси, насколько я знаю, широко обсуждался этот эксперимент после 2020 года про вот это ощущение беспомощности, беспомощности, которая рождается тогда, когда мы не можем на что-то влиять. И, соответственно, да, находить возможности влиять хотя бы минимально в той степени, в которой это возможно, это очень важно. Но здесь, я думаю, что важно не просто иметь какие-то конкретные... следовать каким-то конкретным советам тому, что мы сейчас тут можем придумать, а быть гибкими в отношении ситуации. И я знаю, что опыт у людей тоже разный. И вот у меня знаком опыт одной женщины, которая... Она говорит, что когда заключенный долго плакал, то вообще-то они тоже подвергались большим репрессиям. Но в ее случае это помогло. У нее была очень тяжелая ситуация, она справлялась эксплуатально, выражая свои эмоции, и она очень долго плакала. И в результате ей вызвали психотерапевта, и ей был назначен антидепрессант. Вот, фактически, это редкая ситуация, но вот в ее случае это случилось. И я думаю, что опускать руки и принимать ситуацию, в которой ты просто при любых условиях не можешь получить помощь, не стоит. Ну, например, может быть, присматриваться к людям, с которыми взаимодействуешь. Говорят, что те же охранники, те же люди, которые имеют доступ к заключенным, они тоже ведь характерологически разные люди. И, может быть, с кем-то возможен диалог. То есть я думаю, что важно находить любые рычаги, любую возможность эмоционально двигаться, внутренне двигаться, заходить, цепляться, и, да, бороться за себя. Это позволяет не только соматически о себе побеспокоиться, но и сохранить вот это ощущение жизни, ощущение себя способным на что-то, и какую-то степень свободы внутренней. Ну, тут, конечно, стоит спросить и об опыте Леонида и Марии. Мария, с какими вы сталкивались с историями во время заключения? Может быть, у вас была или были свои истории, как вам удавалось добиться медицинской помощи или какой бы то ни было, может быть, психологической помощи? И как это было у тех, кто находился рядом с вами? Были ли такие случаи, когда люди вот замирали, говорили, что все равно мне никто не поможет, и опускали руки? Или были хорошие, позитивные случаи, когда удавалось добиваться вот то, о чем говорила Анна, о помощи? Если именно помощь экстренная в плане каких-то, ну, именно здоровья, то, мне кажется, в конце концов, в некоторых экстренных случаях, которые я как бы со мной наблюдала, можно было чего-то добиться, но все достаточно удачные случаи, они были связаны не с политзаключенными, это просто были другие заключенные по экономическим статьям или другим, то есть они никак не были связаны с политикой. Вот. Был один случай в СИЗО, когда с нами сидела женщина, ей около 55 лет, и у нее был диабет, ну, и достаточно много других хронических заболеваний, и у нее был инсульт. Мы тогда находились в коммерческом СИЗО, и у нас там, когда нажимаешь на звоночек, там просто загорается лампочка с другой стороны, то есть нету никакого звука, и в целом, как бы, очень можно легко проигнорировать, просто не увидеть. И мы поняли, что у нее инсульт, когда, ну, во-первых, она постоянно сидела на препаратах, которые поддерживали, как бы, ее состояние, и в какой-то момент она просто сидела, говорила, что ее тошнит, и потом мы начали уже смотреть, что у нее глаза закатываются, и что у нее язык опал. Она уже не могла разговаривать, она не могла там руками шевелить, и ее ошатало. И мы звали, это было достаточно уже так, часов 9-10 вечера, и мы очень долго звали медиков. Долго очень, минут 20 никто не приходил. И потом, на протяжении каждого, всего вот этого времени, пока мы ждали их, они в итоге шли минут 30, я просто барабанила в дверь, и в какой-то момент мы с девочкой просто начали ее выносить, ну, то есть со всей силы просто падали на эту дверь, и каждый раз подходил сотрудник и говорил, что ну, я ничего не могу сделать, потому что вот, ну, они сами не приходят, и он из-за того, что был угол, он не мог увидеть, что с женщиной происходит, вот, и когда мы ему, мы с ним вышли, не сказать, что на открытый конфликт, но мы разговаривали очень на повышенных тонах, потому что он не знал, что он может сделать, мы им пытались, ну, объяснить, то, что сейчас, если он вот не приложит какие-то усилия, то человек просто умрет, и через 30 минут пришел врач, они ничего не смогли сделать, они вызвали скорую, и ее уже реанимировали в скорой, ей вкололи тройчатку сразу, и спустя пару часов она вернулась, и врач, которая была в реанимации, она сказала, что если бы еще минут 10, она бы умерла. То есть вам удалось только таким образом, вынося дверь, идя на конфликт с охранником, добиться оказания медицинской помощи? Да. Леонид, у вас какой был опыт? Ну, снова же, когда сказать про тюремные умовы, вспоминаю, как я только заехал туда в СИЗА, в Гомельское, еще только-только начал привыкать, ну, махчимая там, на 10-й день, одной еще и после отбоя, 22.00 отбой, на продоле, там, с соседней, типа, разникали камеры, мужчина кричал, худкую, выключите худкую, ну, комусь и дрянна стала, по кольке, сказали худкую, и тут чую, гэты контролер, отказывая худкая, сюда в одном випадку, приезжаю, как зафиксовать смерть. И меня это так удивило, ну, я думаю, во, по глядзі, як реагует, навод на такое, человеку дрянна, да, там формально есть, дежурный, он же ночью так само дежурит, где ты в медпункте, в СИЗА, доктор есть, але он же, ну, я не пойду, навод, калі, я вже казав, што, пакуль ти не впадеш, на тебе ніхто там уваги, негде звернуй уваги, да, впадеш, тады, осудженый, у ковдру, возьмутся, у ковдру, і занесут тебя в медпункт, там же нема каталог, ті, кресло, ті, чого, там ковдра, і тебе занесут в медпункт, а што там, дежурный доктор в медпункте, дівчина, яка пасля мединституту, пришла практику, сабіна буват, што, ана табі допоможе, ну, калі ана бачить, што ти вже неживий, ну, махчима, ана викличе, викличе худкую допомогу, і ана приєдзе, ну, калі гэта казаць про лагер, ось, я шмат разов, ось бачу, калі люди-то разного взросту знаходяться, і пада мною, там, мучіна, 76-ти годів, там, пада мною, ну, в адным спальні знаходівся, то бок, ёж і молодые люди хвореють, і люди з взростом хвореють, і вельми розна бувають ситуація, але я швидко зужу, што усіх, хто не з'являється інвалідом, і не пенсіонер, усі повинні працювати, шість дзен на тідзень, і калі ти на праці захворею, то тябі не відпустять у медпункт нават, тому што, калі ти на першій зміні, значить, пійдеш у медпункт після праці на другої зміні, а калі ти на другої зміні, тады ніч чакай, тільки зранку ти зможеш звернутися формально до доктора, і в нашій же відзьбі, за півтори гады я три смерці побачив, а і в нашій же відзьбі був гадай випадок, коли мушчина скарджівся в цеху пачас праці на здоров'я, його не відпустіли у медпункту, його інсульт заздарився. Але все-таки, Павел, випадок к вам, як родственники можуть ускорити, повлияти на процес госпиталізації, якщо вони знають, що у їх близкого чи близької є проблеми з здоров'ям, можливо, хронічні, чи вони появились в заключенні, і їм ця інформація стала відома. Можливо, є якісь процедури, можливо, вам известні случаи, коли при помощі жалоб удавалось чого-то добиватися. Які методи обращення куди самі еффективні, на ваш взгляд? Да, жалоби. Тільки жалоби. Самі разні інстанції. Вони іноді срабатують, іноді нет. В нашій практиці в весні були случаи, і тоді, коли помогали жалоби, направлені в ближайші, так сказати, інстанції, в управліні обласні, департаменту іспільнення наказань. Біли случаи, коли помогали обращення в спецпроцедури Организации Об'єдненних націй. І тільки? А Минздрав, гарячая лінія? Тюремна медицина не підчиняє Міністерство здравоохранення. Їдинственна связь тюремна медицина і Міністерство здравоохранення в тому, що тюремна медицина об'язана лечити по тем же стандартам, що і учреждення здравоохранення. Міністерство здравоохранення, які є в містах лишення свобода, вони підчинені навіть не департаменту іспільнення наказань, вони підчинені управлінню тылу, чи як це називається? Одним словом, МВД. МВД там там начинається і там заканчивається весь процес обжалований і розсмотрення жалоб. Тільки це зависить от того, на якому рівні відбувається. Якщо речі йде о партзаключенних, то в мене є впечатлення, що в юриспруденції є поняття «косвенний умысел». Тоді, коли людина предвидит наступлення последствий, але безразлично к ним відноситься, це, по сути, умысел. Це не неосторожність. Так вот, все, що відбувається с заключенними, с поліцзаключенними, вот ці вот смерти, це, по сути, результат такого вот косвеного умысла, коли, ну, да, я понимаю, що там начальник тюрьмы в Гродно не жалал прямо і безоговорочно о смерти Олесю Пушкину, не був. Але він настільки равнодушно относився к тому, що відбувається в його учрежденні, що в цьому є признаки умысла, вот этого самого косвеного, який, по сути, це все время, там, я не знаю, в 2014-2015-2017 год і напомню, що в СІЗО в Беларусі погибали заключенні Ігор Птичкин, Ігор Барбашинський, Олег Богданов, ще там були імена. І для того, щоб начались расследования, а тем более для того, щоб был вынесен приговор, требовалось неимоверное количество усилий, помощь правозащитників, поддержка со стороны профессиональних адвокатов, широкая огласка в СМИ. Одним словом, такое всестороннее і серйозне давлення на власні. І тогда возбуждались уголовні дела, там, другой вопрос, що не все доходили до суда, які-то дела доходили до суда, появлялись приговори в отношении медицинських работників, вот этих вот в форме, їх сложно называть, конечно, медицинскими работниками, в полном смысле слова. Но, тем не менее, сейчас, вот всего того, что я перечислил, обычный человек в Беларуси лишен. У него нет в помощь ни одной правозащитной организации правозащитной внутри Беларуси, у него нет, по сути, реальной возможности обратиться к независимому, действительно свободному адвокату, у него нет ни одного, находящегося на территории Беларуси, независимого СМИ. – Это, конечно, грустное резюме, но хотелось бы, чтобы эти преступления фиксировались. Впрочем, вернемся к Данилу. – Мы призываем к тому, чтобы эти случаи фиксировались. Мы в весне стараемся поддерживать такие усилия. Мы всех зовем к себе на свой Телеграм-канал, на свой сайт. Мы предлагаем возможности поддержки наших юристов, наших документаторов, наших психологов, наших медицинских экспертов. И, возможно, когда-то со временем многое станет известно. – Сейчас мы в первую очередь здесь для того, чтобы позаботиться о здесь и сейчас для многих политзаключенных, близким которых, я надеюсь, будет полезен этот подкаст. Следующий вопрос, Анна, к вам. Он, конечно, о здоровье психологическом. Учитывая, что сейчас мы упоминали случаи, когда у человека хронические проблемы с физическим здоровьем. Но бывают же хронические проблемы после 2020 года в эмоциональной нестабильности, в тревожности у кого-то, это ПТСР. Проблем у белорусов после 2020 года появилось немало. И вот если тебе не оказывают психологическую помощь, мне кажется, еще меньше шансов ее получить в заключении, чем получить помощь медицинскую, если у тебя разболелся зуб. Вы, конечно, упомянули историю, когда все закончилось хорошо, и девушки прописали антидепрессанты. Но что делать, если нет? Нет. Если ты жалуешься, что у тебя тревожное расстройство и панические атаки, что у тебя депрессия, ангидония или, может быть, ты не можешь контролировать свою агрессию, потому что эти расстройства по-разному проявляются, что делать в таком случае? Ну, в этом случае депрессия, вероятно, это не самостоятельное существующее заболевание, а скорее реакция на те условия, в которых человек находится. Так же, как и тревожное состояние и панические атаки. И в этом случае вот есть такие простые рекомендации, они очень простые, но они действительно работают. И это то, о чем говорили люди, вот с которыми я беседовала, спрашивая о том, что им помогало находиться в заключении, и это распорядок дня. Вот я знаю, что часто, особенно когда люди находятся в СИЗО, там круглосуточно горит свет, иногда они не понимают, какое время суток сейчас, и, соответственно, вот иметь какую-то рутину обязательно, в которой будет вот тот же там какой-то кусочек зарядки, потом обязательно общаться друг с другом. Люди рассказывали разные истории, кому-то помогает вот чувство юмора, помогает находить что-то там забавное в ситуации, там смеяться над новостями, которые поступают, несмотря на то, что они невеселые. Еще я знаю, что вещь, которая рекомендуется в ситуации, когда человек находится в заключении или в другой вынужденной обстановке, где он фактически обезличен, помогает сохранять чувство своей уникальности. То есть вот в разговоре с другими заключенными, если есть такая возможность разговаривать, рассказывать о себе, какие-то истории из своей жизни, ну, таким образом поддерживая свое собственное ощущение, что ты жив, что ты личность. Что касается тревожных состояний, тревогу обычно вносят из физического пространства. То есть вот когда человек тревожится, ему сложно, иногда даже сложно сказать, сколько времени прошло, где он там находится в крайних случаях, всегда помогает заземление. Мне как-то так сложно это все так емко уместить в пару фраз, потому что это куча техник. Но вообще-то все они сводятся к простым вещам. Вот, например, глоток воды, чтобы почувствовать, как вода проходит по пищеводу, и в этот момент человек немножко лучше чувствует тело. Это в том числе то, что помогает справляться даже с паническими состояниями. Попробовать почувствовать, я не знаю, потопать ногами, ну, если это сильная тревога. Почувствовать землю под ногами. Вот, если там человек рядом есть, дотронуться, не знаю. Вот любые взаимодействия с реальным миром. Я думаю, что самое главное – это взаимоподдержка, если она возможна. Это вот эта рутина, за которую можно держаться, как за что-то понятное. И отсутствие каких-то далеко идущих прогнозов, концентрация на настоящем моменте. Вот нужно прожить сегодняшний день, нужно прожить завтрашний день. Вот, и все. И не строить далеко идущих планов. Ну, некоторые говорят, правда, что помогают какие-то фантазии про то, как они выйдут, что они будут делать, куда они поедут, какие-то воспоминания. Вот эта визуализация тоже может помогать. А что помогало вам, Мария? Насчет дыхательных практик – это тоже очень классная штука. Особенно, когда родственники присылают в письмах распечатки, или же, не знаю, насколько сейчас можно распечатки или нет, можно текстом расписывать разные виды практик – по треугольникам, квадратам, какие-то виды медитации тоже пятиминутные. Это было очень полезно узнать оттуда. Ну, то есть в письмах. И это помогало, действительно. Леонид, что помогало вам? Самая головная каштовность у меня в жизни – это моя семья, я же мандитный батька. У меня три сына. И, конечно, когда они мне писали в письмах «Батька, захавай себе для нас», я делал все умолчимое для того, чтобы, наверное, выйти в эту млеку психически здоровым. Потому что в той сироте попадаешь, и когда тебе говорят, что там лежит хлопец, который забил свою мать, забил ее и пробовал есть. Вот там такие жудочные, рассказывают, выпадки, что просто за что? Просто накатывая, за что мне так покарал Бог, что я с таким контингентом, с такими людьми, про бася моральными такими, яких там называют... Ну, не хочу я этих слов уживать, але вельми люди такие, яны не выхованные, яны вельми не стриманные, яны вось... Кожный момент чекают их провокацию. Так и как вы все-таки держали себя в таких токсичных условиях? Да, вось семья – это тое, про что я вообще думал, думал про семью, и вось я поставил мету вернуться в семью живым. Бог дал мне силы, я пережил это. А, еще я в шахматы гулял, да, и я в колонии занял Амаль, вышел в финал по шахматах. Да, и в этом таки мой... Не по неделям я две годины мог провести в клубе за шахматами. Это так само поддавало мне макчимость выживать. Еще, конечно, про токсичные условия, которые создают белорусам и белорусским политзаключенным. Хотелось бы отдельно спросить вас, Павел. Мы уже говорили о способах влияния на ситуацию. Понятно, что при нынешних условиях в Беларуси это довольно сложно, если возможно, вообще. Но есть ли какие-то механизмы, насколько вам известно, работают они или нет, могут ли родственники повлиять на перемещение или, может быть, адвокат на перемещение политзаключенного или политзаключенной в другую камеру, в другие условия. Например, подсадили кого-то с заболеваниями, с овшами. Мы знаем, людей социального образа жизни подселяют к политзаключенным. Или, например, в каких-то невыносимых условиях в камере пресс-хаты, опять же, можно вспомнить. Можно ли как-то на это влиять или вообще никак нет? Я боюсь, что в этой ситуации роль родственников может свестись только к такой информационной. Рассказать об этом случае вовне. Потому что эти условия организуют совершенно не для того, чтобы их потом отменять по какой-то жалобе или по какой-то просьбе от родных и близких. Это так не работает. Эти условия создаются специально. Они имеют свою конкретную цель. Они действуют до тех пор, пока эта цель не достигается. Единственное, еще раз повторюсь, что могут сделать родные и близкие, это сообщить о такой ситуации правозащитникам, журналистам. Конечно, если это, опять же, не повлечет для самих этих родственников каких-то возможных репрессий. Но мы, например, в своей организации стараемся максимально учитывать вот эти вопросы безопасности. И очень часто мы собираем информацию, не передавая ее дальше, уже не публикуя. Одним словом, так. Тогда совет от вас, Анна. Можно ли как-то и как, если да, выживать в таких токсичных условиях, которые нередко, увы, создают политзаключенным в целях давления? Да. Конечно, это... Опять же, здесь может быть огромное количество разных ситуаций, и сложно как-то универсальный ответ подобрать. Но вот я вспоминаю стэнфордский тюрьмный эксперимент, и там описан... Он очень подробно описан, реакция разных людей на вот ситуацию такой импровизированной тюрьмы. И один парень, который был помещен в карцер, он рассказывал о том... Вот у него была одна из самых продуктивных стратегий выживания, там он как-то сохранил себя наилучшим образом. Он рассказывал, что когда он попал в этот импровизированный карцер, то он концентрировался на капле воды долгое время, и просто вот старался не находиться в той реальности психической, где для него было невыносимо. То есть если это ситуация нахождения среди тех же людей социального характера, то в этом случае может быть уход в мир фантазии. Люди рассказывают, что им вообще... Я не знаю, насколько сейчас письма доходят до политзаключенных, но вот те, кто уже вышел, и вот, может быть, те, кто здесь присутствует, могут об этом тоже рассказать. Вот Павел рассказывал. Они говорят, что очень помогала спасаться вот эта вот реальность, о которой они узнавали, которая поступала в виде писем. Вот. И в том числе даже вот белорусы... Интересно, что белорусы, которые имеют знакомых, друзей, родственников в заключении, часто испытывают чувство вины, даже не часто, постоянно испытывают чувство вины за то, что они живут свою жизнь, которая отличается, за то, что они живут эту нормальную жизнь. А вот люди, которые находились в заключении в этих сложных условиях, они говорят о том, что вот как раз-таки узнавать об этой нормальной жизни, о том, что их друзья, родственники продолжают полноценно жить, путешествовать, что-то планировать. Вот это помогает. Вот. То есть тогда они тоже начинают жить этими планами и верят в то, что за пределами есть другая жизнь, к которой они тоже когда-то вернутся. Тут уместно, мне кажется, будет напомнить о большом количестве инициатив, которые помогают отправить и письма, и посылки политзаключенным. Есть они и в режимах онлайн, и в режимах оффлайн. Я думаю, при желании слушатели и зрители нашего подкаста смогут эти ссылки найти. Мне бы еще хотелось упомянуть такой аспект, который сейчас выходит на поверхность. Это тоже нарушение прав человека. И тоже пытки, когда лишают необходимого полей заключенных. Мы знаем историю, которая недавно стала публичной. Степан Латыпов, у которого цинга появилась из-за недостатка витаминов, что вообще в 21 веке немыслимо. Поэтому вопрос, как поддерживали свое здоровье участники нашего подкаста, находясь в заключении. Что помогало вам? Витамины, фрукты, что это было, Мария? Самые, наверное, базовые витамины, как магний, кальций и так далее. Вот эти витамины. Их передавали вам в посылках? Да. Мне мама передавала коэнзим. Я не знаю, как он работает, но для женщин он, мне кажется, очень помогает. Потому что он помог мне. Он помог при болях. И мы еще советовали другим девочкам, и им тоже помогал. Вот. А питание? Удавалось ли и как хоть немного компенсировать отсутствие разнообразного питания? Очень сложно. Но если, допустим, в СИЗО это можно было еще как-то самостоятельно регулировать, потому что там было ограничение не такое по передачам. То есть в целом можно было приготовить себе каши какие-то. Например, мы с девочками практически не ели еду, кроме супов. Просто потому что нам передавали нормальное питание. То есть это какие-то каши растворимые, это мясо, это овощи. И в целом как бы достаточно на этом можно как бы жить. Вот. А в колонии в этом плане сложнее, потому что гораздо меньше возможности питаться нормальной едой, потому что полдня это работа. А потом еще какие-то возможные режимные мероприятия. И свободных за весь день, официальных свободных часов только два, которые можно посвятить как бы себе. И получается, что питаться, к сожалению, приходится в столовой. И мне кажется, это сократить потребление вот именно хлеба. Вот. Мне кажется, это самое худшее, что есть в целом в столовой. Вот. И в целом тогда будет как-то более-менее кишечнику. Вот. Леонид, ваши лайфхаки? Да. Ну, когда я был в турне, то там было простей. Вот. Я сгоден. То, что давали, я не ел. Потому что я сидел в своем городе. И я харчевался именно это тем, что каждую субботу мне передавала жонка. А минавито была такая мягчимость. Минавито отримлювать храчовую передачу. Вот. И, кроме того, не была обмежевана сумма от аварки. В турне на экране я мог набыть на не обмежеванную сумму. Вот. От лагеря. Там, когда у лагеря зарабили из меня злостника, то только в три разы одразу сменчили сумму от аварки. Я только две вазовые мог потратить. Что я куплял? Один доступный там витамин – это яблоки. Вот я старался каждый день, чтобы тыми зубами, которые у меня застались, съесть эти яблоки. Ну вот, кстати, об опыте, как помогают переданные родственниками витамины, рассказывали многие бывшие политзаключенные. И в рамках проекта «Политвязанка» также там и лайфхаки публиковались. Мне вот недавно запомнилась история от политзаключенного, который рассказал, что его ежедневным рационом был порезанный лук, заправленный лимоном. И в день вот он съедал такой салат каждый день, потому как там была ударная доза витаминов. Но, как вы уже, Леонид, верно отметили, сталкиваются политзаключенные с тем, что они не могут получить посылки от родных. И опять вопрос к вам, Павел, можно ли как-то с этим что-то сделать? Что нужно учитывать при отправлении посылок? Можно ли как-то добиться того, чтобы их передавали? Каким образом? Опять ли это жалобы? Либо есть какие-то другие нюансы? И отдельно хотелось бы, чтобы вы прокомментировали кейс, которому вот недавно стало известно, я имею в виду Полину Шаренда-Панасюк. Ее супруг рассказывал о том, что она не могла получить посылку, потому как по документам якобы она получила 30 килограмм гнилых яблок неизвестно от кого. Вот что делать в таких случаях, если используют вот такие методы, что вы политзаключенные или политзаключенные не получили передачи? Случай Полины – это такой показательный, это тот опыт, который организовали люди, очень хорошо понимающие саму эту кухню. Поэтому с этим сложнее всего бороться, потому что вроде бы все правильно, вроде бы вот вам 30 килограмм посылка, вроде бы оказывается ее может передать даже чужой человек, чего не всегда получается у других политзаключенных. И потому что это делали люди со знанием, как говорится, предмета, это сработало. Что касается посылок в колонии, лишение посылки – это один из видов дисциплинарных взысканий. Теоретически его можно обжаловать, там есть три варианта обжалования в департамент исполнения наказания, вернее, в управление, в состоящий орган, в прокуратуру либо в суд. Ни один из них, из этих вариантов не является эффективным, потому что как такового процесса рассмотрения жалобы объективного, независимого и, соответственно, эффективного нет. Пробовать, конечно, можно, и осужденные об этой возможности знают. Как это сделать реально, достаточно вопрос сложный, потому что как организуются вот эти дисциплинарные взыскания, вот Леонид хорошо это описал, никогда не будет испытывать тот же оперуполномоченный, или начальник, замначальник исправительного учреждения проблем с тем, чтобы собрать документы для, так сказать, грамотного составления материалов по этому нарушению. Спасибо. Анна, хотелось от вас еще услышать комментарии по поводу витаминов, потому как они поддерживают не только физическое, но и психологическое здоровье. Учитывая, что политзаключенные сталкиваются с такой проблемой, как нарушение сна. Опять же, вот уже Мария перечисляла магний, который полезен для нервной системы. Может, что-то еще вы можете упомянуть, что родственники могут передавать политзаключенным для хоть какой-то помощи, укрепления нервной системы, стабилизации сна? Здесь мне сложно комментировать, потому что я не знаю, какие есть ограничения в передаче препаратов, но то, что может помогать из медикаментозных вещей, которые не являются рецептурными, я так понимаю, что об этом речь идет, может удивительным образом сработать зверобой, потому что у зверобоя есть хороший антидепрессивный эффект. Даже был в свое время препарат... Но это настойка, Павел? Нет, не обязательно настойка. Вот в свое время был такой препарат, гилариум гиперикум, по-моему, он назывался, фирмы Бионорика, сейчас в Беларуси его нету. Но это прессованный зверобой, и он, кстати, был достаточно эффективен для лечения даже клинической депрессии. Поэтому чай зверобоя, я думаю, что это то, что можно точно пробовать. Вот это больше для депрессивных состояний. Что касается сна, я не знаю, сколько валерьяну можно передавать. Ну, пустырник валерьяна, все такие известные вещи. Магний, да, из... Витамин D? Витамин D, да, для настроения однозначно, вот, особенно сезонные. Ну, я думаю, что когда мы говорим о тюрьме, там речь идет не о сезонной депрессии. Но, тем не менее, когда речь идет о СИЗО, где люди находятся без солнечного света долгое время, и там эти коротковременные прогулки, то однозначно витамин D – это очень хорошая поддержка. Я еще раз напомню тем, кто будет слушать и смотреть этот подкаст, что на всякий случай не лишним будет проконсультироваться, особенно если вы хотите переслать какие-то неочевидные препараты, как тут же, например, зверобой, хотелось бы посоветовать обратиться в телеграм-канал «Вбот весны», для того, чтобы Павел или другие правозащитники смогли проконсультировать вас по этому поводу, что можно, что нельзя пересылать. Ну и, конечно, если речь идет о каких-то особенных расстройствах и особенных витаминах, которые необходимы вашему близкому человеку, вы можете, еще раз напомню, обратиться на платформу Ездоровье. Я поблагодарю всех участников записи нашего подкаста «Весна Прыди». Спасибо вам большое за ваш опыт, за ваши советы. И нашим зрителям хотелось бы напоследок еще раз напомнить, что за юридической помощью и не только вы можете обращаться в правозащитный центр «Весна». Также немало инструкций есть и на сайте «Весны», а также на сайте платформы «Одно окно», которая также специализируется в том числе и на помощи политзаключенным и тем, кто сейчас находится в заключении, и их близким, разных видов помощи вы можете прочитать на сайте. Кроме того, вы можете обратиться за помощью в медицинской реабилитации, если вы или ваши близкие являются бывшими политзаключенными. Как мы поняли, реабилитация, восстановление здоровья после заключения – это тоже очень важный аспект. Ну и еще раз напомню, платформа «Ездоровье», если вам нужны медицинские консультации по тем вопросам, которые мы сегодня обсуждали, вы можете получить эти консультации бесплатно и анонимно там. «Весна», «Приди», «Свободу» политзаключенным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова